Итак, мы продолжаем нашу рубрику «Фикх человеческих взаимоотношений». И мы уже находимся на третьем разделе. Это взаимоотношения пророка с родственниками. И в последний раз мы говорили, то есть на прошлой неделе мы остановились на таком пункте, параграфе, то, что посланник Аллаха, саласалям, брал, принимал советы своих родственников, советовался со своими родственниками. И мы привели случай с Аббасом, с дядей посланника Аллаха, саласалям, да будет доволен им Аллах, как он посоветовал пророку, саласалям, даровать некую особенность Абу-Суфьяну, поскольку тот любил погордиться чем-либо, дабы укрепить его в исламе. По сути, мы привели в деталях эту историю, по сути, Аббас, в принципе, стал тем, кто сподвиг Абу-Суфьяна к этому решительному шагу, то есть к принятию ислама. По сути, именно Аббас, да будет доволен им Аллах, дядя посланника Аллаха, саласалям, заступился за него, когда Амар-нальхатаб даже было хотел, то есть у него было в мыслях казнить Абу-Суфьяна. И мы знаем, что Абу-Суфьян, хвала Аллаху, принимает ислам и укрепляется в исламе, и далее он себя проявит очень отважно в истории ислама. И следующий пункт, касаемый отношения послания к Аллаху, саласалям, к его родственникам, это то, что пророк, саласалям, заботился, следил о том, чтобы его окружение, его близкие родственники правильно поклонялись, если обобщать. Такой вывод, он следует из истории уже не с Аббасом, а с сыном Аббаса, да будет доволен имя обоим Аллах, то есть с Абдуллахом связанной, когда он еще был совсем юным. Именно этот случай он и приводит. Он говорит, Я ночевал у Маймуны, то есть в доме послания к Аллаху, саласалям. И вот он это сделал специально, чтобы проследить за тем, как пророк, саласалям, проведет свою ночь. Видимо, именно с этой целью он это и делал. И вот он далее рассказывает. И посланник Аллаху, саласалям, встал ночью, исправил свою нужду, вымыл свое лицо и руки. Затем, нет, прошу прощения, это было перед сном получается. Факаманнаби, это имеется в виду ночью, перед сном. Пророк стал своим, встал, пошел, справил нужду, помыл лицо, руки, затем лег спать. А затем встал, то есть после того, как поспал, уже встал, имеется в виду на молитву Тагаджуд. Фаатал Кирбата, принес бурдюк, имеется в виду вады. Фаатла Кашанакаха, открыл его горловину, затем, Тавадда Амуду Анбейна Вуду Айн, принял омовение, здесь имеется в виду, умеренно принял омовение. Но сделал это должным образом. И встал на намаз. Далее, Ибн Аббас говорит, Я встал за ним. Я немножко уклонился, спрятался из нежелания, что он заметит, что я слежу за ним. Фаатадату, то есть я тоже принял омовение, говорит Ибн Аббас. Он встал на намаз, и я встал слева от него. И вот тут тот самый момент, на который нам следует обратить внимание. То есть посланник Аббаса берет омовение, среди ночи встает, Ибн Аббас, его племянник делает то же самое. Посланник Аббаса встает на намаз, Ибн Аббас становится слева от него. И тогда в намазе, уже будучи в намазе, посланник Аббаса берет его за ухо и слева перетягивает на правую сторону. То есть на этом история наша заканчивается. То есть посланник Аббаса всталем перевел его с левой части на правую, что более правильно сунный. То есть если мы становимся на намаз, то сначала надо правую сторону заполнять, а если с правой стороны этой имамы все заполнено, то есть левая, ну постепенно имеется в виду, но приоритетнее справа. То есть тем более, если речь идет об одном человеке, который становится позади имама. То есть ему, согласно сунне, следует становиться не слева, а справа. Следующий параграф, следующий пункт. Если кто-либо из его близкого окружения, из его родственников делал предосудительное нечто, то посланник Аббаса всталям это парицал. Парицал и сарафан, то есть воспрещал это. Опять же, от Абдуллаха ибн Аббаса передается, передано. Кяналь фадлю, фадль был позади посланника Аллаха. То есть имеется в виду, опять же он говорит про себя. То есть сам Абдуллах ибн Аббас говорит про себя. Он сидел позади посланника Аллаха. И пришла некая женщина из племени Хатан. А фадл начал на нее смотреть. То есть он был юным, еще, то есть поскольку пришла девушка, он начал смотреть на нее. А она смотреть на него. И тогда посланник Аллаха отвернул, то есть лицо фадла в следующую, в другую сторону. И тогда она спросила о посланнике Аллаха. Поистине то, что предписал Аллах своим рабам относительно хаджа, то есть хадж застал моего отца, в то время, как он был уже, оказался очень старым. Он не может сидеть на верховом животном. Могу ли я совершить за него хадж? На что посланник Аллаху сказал «да». И этот случай произошел во время совершения посланника Аллаху прощального паломничества. То есть то, на что мы здесь должны обратить внимание, это то, как посланник Аллаху повернул голову Фадля Абдуллаха ибн Аббаса в то время, как он смотрел на девушку. Чего делать, в принципе, нельзя. То есть первый взгляд дозволенный, а все, что помимо этого, уже не дозволено. Следующий пункт. Посланник Аллаху прибегал к помощи своих родственников в сложные, тяжелые моменты. Случай он связан с принесением присяги при Акабе, Акаба. Эту историю приводит Кяб ибн Малик, который говорит «Мы отправились в Хач فَوَعَدَنَ رَسُولَ اللَّهِ الْعَقَبَتَ مِنْ أَوْسَطِ اَيَّمِ الْتَشْرِبِ И посланник Аллаху салям назначил нам встречу при Акабе или в Акабе это местность, название местности. Кстати говоря, эта местность находится неподалеку на сегодняшний день от Джамаратов и даже на том месте, была построена впоследствии где-то в 140-х годах от Хиджри мечеть. И эта мечеть маленькая, старинная, ее недавно относительно ее нашли, обнаружили. Она находится в таком виде, исконном, как она была построена еще в те времена. К сожалению, в период хаджа ее закрывают, то есть и паломники не могут ее посещать, но те, у кого есть возможность совершить умру, во время совершения умры, во время посещения тех долин, Муздалев, Эмины и Джамаратов можно посетить и эту мечеть, то есть окунуться в эту атмосферу, то самое место, где была вот эта присяга, присяга Так вот, возвращаемся к нашей истории. И это было посреди светлых дней. Светлые дни это середина лунного месяца. И они собрались с долины в ожидании посланника Аллаха, Он пришел и вместе с ним был его дядя Аббас ибн Абдул-Мутталиб. Еще обратите внимание, даже на тот момент еще его дядя Аббас не принял ислама. Однако у него было намерение поприсутствовать в том деле, который собирался совершить его племянник, дабы удостовериться за него, что у него будет все нормально. То есть Аббас, как и его другой дядя Аббуталиб, он симпатизировал своему племяннику, посланнику Аллах СССР, но еще не созрел до того момента, чтобы явно принять ислам. Так вот, далее передатчик говорит. Передатчиком является Киабр-Ибн-Малик, как мы уже говорили. И вот, когда мы сели, Аббас ибн Аббуталиб был первым, кто заговорил. И он сказал о собрании Хазрач. То есть это было племя Хазрач. Поистине Мухаммад один из нас. И он занимает то место, которое вы знаете. И мы воспретили его, то есть мы ему не дали в своем племени от тех, кто думает о нем так же, как и мы. хазрач. хуа фи аиззин мин кавмихи ва мин атин фи блядихи. То есть, хоть он здесь как бы и констатирует факт, что посланник Аллаха и родственники свои не признают, но в то же время Аббас говорит, обращаясь к хазрач что мы его защитили. И он находится в достойном положении, то есть в защите в своей стране. Это забота дяди Аббаса о своем племяннике. То есть, чтобы поднять, приподнять статус в переговорах, перед присядей. وَإِنَّهُ قَدْ أَبَ إِلَّا إِنْحْيَازَ إِلَيْكُمْ Однако он отверг все, кроме того, чтобы примкнуть к вам, то есть встретиться с вами. وَالْلُحُقَ أَبِكُمْ и присоединиться к вам. И если вы считаете, что вы будете верны ему к тому, к чему пригласили его, потому что там предварительная договоренность была, وَمَانِعُهُ مِمَّنْ хَلَفَهُ и будете защищать его от тех, кто против него, то есть от курайшитов, فَأَنْتُمْ وَمَا تَحَمَّلْتُمْ Аббас, обратите внимание, будучи еще не принявшим ислам, он еще не принял ислам, но из симпатии к своему племяннику, так же, как и другой дядя Абуталиб, он это делает с целью защитить посланника Аллаха, то есть подготовить почву для дальнейшей беседы и заключения присяги, то есть важного в принципе события в исламской уме, очень важного. И далее Аббас говорит وَإِنْ كُنْتُمْ تَرَوْنَا إِنَّكُمْ مُسْلِمُهُ وَخَذِلُهُ بَعْدَ الْخُرُجِ Однако, если вы видите, чувствуете, что вы его оставите, предадите после того, как выйдете вместе с ним, فَمِنَا أَنْفَدَعُوا Вот прям с этого момента лучше оставьте это. فَإِنَّهُ فِي عِزِّن وَمَنْعَةٍ مِنْ قَوْمِهِ И опять он подчеркивает это, ведь поистине он находится в положении, в статусе величия и защиты среди своего народа и в своей стране. فَكُلْنَا И тогда племя Хазриш сказало قَدْ سَمِنَا مَا قُلْتَ Мы уже услышали то, что ты сказал, О, Аббас. Пусть скажет посланник Аллаха. فَتَكَلَّمْ يَا رَسُولَ اللَّهُ То есть они обратились к посланник Аллаха, сказали О, посланник Аллаха, говори فَخُدْ لِي نَفْسِكَ وَلِي رَبِّكَ مَاحبَبْتِ И возьми для себя и для своего Господа то, что люба для тебя. فَتَكَلَّمَا رَسُولَ اللَّهُ И посланник Аллаху начал свою речь. فَتَلَا зачитал Коран. وَدَعَيْلَ اللَّهِ عَزَّوَ جَالِ Начал призывать к Аллаху Всемогущему. Он велик. وَرَغَبَ فِي الْإِسْلَامِ начал побуждать людей вызывать в них желание если дословно переводить к тому, чтобы следовать Исламу. И так далее. Это сообщение длинное. Мы же его привели в контексте того, что посланник Аллаху Сау Салям прибегал к помощи своих родственников в решении трудных вопросов, задач, проблем и так далее. То есть сейчас мы все сообщения, которые мы приводим, в принципе, они все проходят через призму взаимоотношения посланника Аллаху Сау Салям с его близкими, с его родными, родственниками. Следующий пункт. Посланник Аллаху Сау Салям относился по-хорошему, по-доброму к своим родственникам. Причем это проявлялось по-разному. Естественно, и в плане материальных каких-то поддержек, помощи, оказаний, вплоть до того, что он заботился о том, чтобы выдать своих юных родственников мужского пола женить, найти им жен. История на самом деле очень интересная, достойна внимания. Она показывает вот это взаимоотношения, как они все-таки контактировали с посланником Аллаху Сау Саляму. Показывает, насколько нравственность была, этика, как они были дома. И вот вашему вниманию эта история. Эта история про Абдуль-Мутталиба ибн Раби'а ибн Аль-Харис передает эту историю. Он говорит, это сын дяди посланника получается. И Аббас ибн Аль-Мутталиб. То есть собрались вместе и сказали. То есть оба близкие родственники посланника племянники. И они сказали, клянемся Аллаху, если он этих двух юнцов отправит, имеется ввиду Мутталиба ибн Раби'а ибн Аббаса. Если мы отправим их двоих к посланнику Аллаху и они обратятся к нему, то есть к посланнику Аллаху ибн Аббаса. И он даст им вазифе. То есть даст им работу. По сбору закята садаката. фааддая майю аддинас васабам мим майю сибу нас. И тогда бы они сделали то, что делают люди, то есть поработали бы и получат то, что получают люди. То есть имеется ввиду заработали бы. То есть они озабочены тем, парни, тем, чтобы найти себе работу, заработать, поскольку юный возраст, обратите внимание, жизнь и жизнь, да, окунитесь в эту атмосферу. То есть им нужно жениться. Насколько это актуальная проблема сейчас бывает, да, тоже. Фабейна гума фидалика, и пока они находились в этом состоянии, то есть обсуждение, как поступить, лучше, пойти, попросить у посланника эту работу и так далее, пришел Али ибн Абуталиб, то есть пришел другой, получается, родственник, посланник Аллах, салам, фавақафа алихиме, то есть из-за сталых, и они упомянули ему о своей идее. Тогда Али ибн Абуталиб встал и сказал, не делайте так, не поступайте так, клянусь Аллахом, он вам не даст это, то есть вы не добьетесь успеха, то есть не просите об этом. Тогда Раби Абутал-Харис отошел и сказал, клянусь Аллахом, ты так поступаешь, то есть имеют ввиду Али, ты так поступаешь исключительно из-за соревнований, то есть если буквально переводить, имеется ввиду из-за зависти, то есть он так это осценил, и ты за то, что завидуешь нам, что мы можем это сделать, пойти в посланник Аллаха, взять эту работу и так далее. Ведь клянусь Аллахом, ты уже стал родственником посланника Аллаха, то есть стал зятем посланника Аллаха. Мы не соревновались с тобой в этом. Тогда Али сказал, тогда Али сказал, идите, и они пошли. Али же набросил свое ряда, ряда это верхняя часть, то есть арабы надевали два куска материи, одно называлось изар, другое ряда, и прилег и сказал, она Абу Хасан Кырм, я отец Хасана, Кырм это господин, то есть я господин отец Хасана, Клянусь Аллахом Клянусь Аллахом Я не оставлю свое это место до тех пор пока ваши двое сыновья, то есть обращаясь к их отцам получается он говорит не вернуться не получив то, что они хотят, то есть не получив ответ относительно того, с чем вы их послали к посланнику Аллаху Аллаху Он так сказал уверенно поскольку так считал что так оно и будет что же было дальше посланник Аллаху совершил зуб они они догнали до того как он зашел в свой дом мы знаем что комнаты посланник Аллаху или домашем посланник Аллаху выходили сразу в мечеть они его нагнали он взял нас за уши но видимо из любви понял посланник Аллаху прочувствовал что у них что-то есть они что-то хотят сказать и сказал к ним им обращаясь к ним ахриджа матусыр тусыр тусыр то есть что у вас там что вы скрываете то есть выдавайте давайте говорите затем вошел и мы вошли вместе с ним в то время как раз он был у Зейнаб то есть он был у Зейнаб бинджаш у жены Зейнаб они сомневались и передавали друг другу слово ты начни ты начни и наконец таки один набрался смелости и начал разговор сказал о посланник Аллаха ты самый благочестивый среди людей ты больше всех помогаешь людям мы достигли того возраста когда нам необходимо жениться то есть пришли со своей проблемой и мы пришли к тебе дабы ты нам дал работу по сбору закята чтобы мы выполнили ее для тебя так как ее выполняют люди и заработали так как зарабатывают люди обратите внимание это близкие родственники посланника племянники посланника пришли с такой просьбой посланник Аллах впал в продолжительное молчание то есть он взял длинную паузу то есть эта пауза была настолько длинной что кто-то из них уже было хотел что-то сказать ну потому что как-то неудобно то есть пришли к посланнику Алса Саэм со своей проблемой все рассказали ему об этом тут молчание и кто-то из них решил ну видимо посланник Алса Саэм в это время анализировал думал как поступить то есть хотят хотел что-то сказать но в этот в этот момент мудрость женщина обратите внимание Зейнап жена посланника в доме в комнате в которой они были она это усекла то есть поняла это и дала знак и дала знак естественно за занавесом то есть молчите ничего не говорите то есть лучше то есть выдержите чтобы посланник Алса Саэм сам начал дальше продолжил и тогда посланник Алса Саэм сказал поистине закят милостыне не 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 должно брать семейство Мухаммада мы уже это проходили посланник Алса Саэм и его родственники им запрещено было брать закят то есть это положение мы знаем в нашей религии оно железобетонное то есть это запрещено то есть именно именно этот момент видимо и посланник Алса Саэм обдумывал запрещено брать милостыню садакат закят Мухаммаду и семейству Мухаммада тогда он сказал удуули Махмия ибн Джуз это некого человека которого звали Махмия то есть он был из племени Бену Асад и посланник Алса Саэм нанял его для сбора одной пяти части которая полагалась семейству посланник Алса Саэм и так же позовите мне Науфаля ибн Аль-Хариса ибн Абдул-Мутталиба то есть позовите мне этих двух людей когда они пришли он сказал Махмия то есть посланник Алса Саэм сказал Махмия у этого человека была дочка он сказал выдай свою дочь за этого юношу то есть имея ввиду за Фадля ибн Аббаса и он так и поступил А Науфаля ибн Аль-Хариса он сказал выдай замуж свою дочь за него имеется ввиду за второго и он так и поступил после этого он сказал Махмия астык ангума минальхумс кеда ва кеда то есть и выдай и выдай за них предбрачный дар с пятой части такой-то и такой-то то есть посланник Алса Саэм решил для них эту проблему то есть он нашел для них и невест и благодаря своему положению то есть попросил чтобы дочерей выдали и в то же время дал указание чтобы из одной пяти части имущества которое полагалось семейству посланника Алса Саэм выделили еще и предбрачный дар за них то есть вот такой вот был посланник Алса Саэм благородный добрый заботливый в отношении своих родственников далее посланник Аллаху Саэм также проявление жестов доброты к посланнику Аллаху Саэм то есть к его заботе то что можно упомянуть другую историю которую приводит Джабель к Набдулла то есть интересная история то как поступил посланник Аллаху Саэм к своему родственнику который попал опять же к Аббасу обратите внимание который попал в плен в битве при Бедре то есть Аббас попадает в плен в битве при Бедре то есть естественно это было сражение и он оказывается без одежды то есть в каком-то смысле ногой насколько ногой непонятно эту историю приводит Джабель Набдулла посланник Аллаху посмотрел на него то есть и отыскал рубаху то есть велел чтобы отыскали рубаху и они нашли рубаху Абдулла ибн Убайя который был сражен убит вот что она подходит ему то есть Аббасу и посланник Аллаху велел чтобы ее отдали Аббасу такая интересная история приводится здесь Аббас помогал пророку имеется ввиду в тот период Микканский и посланник Аллаха пожелал отблагодарить его за это эта история приводится также в Бухаре все истории которые здесь приводятся то есть в этой книге которую мы приводим они 99,9% это все достоверные истории либо хорошие то есть я не всегда привожу источники потому что забываю вот но чтобы вы были спокойны и знали это следующий пункт также показывает отношения демонстрирует отношения посланника к родственникам это его щедрость Анас Ибн Малик передает история связана с тем когда пророк пришло огромное количество имущества денег из Бахрейна историю приводит длинное три но также это все в Бахаре приводится привезли это огромное количество имущества он сказал соберите его комплектуйте его в мечети на самом деле это было такой скажем огромное количество имущества такое которое до этого не было послание к Аллаху вышел на намаз не обратив внимания на это вообще на эти размеры скажем так после того как он завершил намаз он встал и присел возле этого имущества что за это имущество непонятно судя по всему это были какие-то деньги может золото может серебро динара не упоминается что это было конкретно и кто бы не просил у него то есть посланник Аллаха давал раздавал это и вот пришел Аббас и сказал о посланник Аллаха дай мне то есть дай мне из-за этого имущества ведь поистине я заплатил выкуп за себя и заплатил выкуп за окейля то есть он имеет ввиду когда попал в плен в битве при Бедре скорее всего он это имеет ввиду да он это имел ввиду то есть я потерял много имущества он это имеет ввиду о посланник Аллаха я без имущества дай мне и тогда посланник Аллах что сказал смотрите то есть на самом деле тонкий тоже момент дядя то есть который симпатизировал своему племяннику в мекканский период который не принял ислам который попал в битве при Бедре в плен который впоследствии принял ислам который выкуп как вот здесь мы здесь читаем с вами изучаем отдал выкуп за себя то есть просит своего племянника в то же время посланник Аллах говорит дай мне то есть смотрите реакция посланник Аллах что он говорит посланник возьми бери без ограничений имеется возьми бери и Аббас начинает то есть сколько мог он загрести в свою одежду он это все взял то есть причем как можно больше взял то есть настолько взял много что не смог поднять это то есть можете себе представить такой момент эпизод скажем тогда он сказал о посланник Аллаха попроси дай указание пусть кто-нибудь поможет мне это понести то имущество которое набрал то есть те деньги которые он набрал посланник Аллах что говорит нет говорит тогда Аббас говорит о Али Али присутствовал рядом подними это ты помоги мне это понести посланник Аллаха запрещает Али говорит нет не помогай тогда Аббас вынуждена что начал то есть часть назад возвращать назад возвращать опять захотел поднять то есть после того как чуть назад вернул не смог и сказал о посланник Аллаха дай указания повели чтобы мне помогли это поднять пророк салсан говорит нет он говорит о Али помоги мне поднять это пророк салсан запрещает Али нет тогда он опять оставил еще что-то то есть из этого имущества оставил ровно столько сколько смог поднять поднял это на свои плечи и ушел то есть и посланник Аллах салсан то есть обратить внимание дал возможность Аббасу взять имущество ровно столько сколько он мог понести на что указывает этот хадис указывает на щедрость посланника в данном случае в отношении своих родственников в отношении своего дяди и он не обращал внимания много он дал или мало и скорее всего здесь подчеркивается в комментариях что посланник Аллах салсан не позволил помочь Аббасу унести поскольку хотел чтобы он не брал столько много то есть он взял ровно столько сколько может понести ну это очевидный в принципе вывод вообще эта ситуация ну чтобы вы понимали я это сказал в принципе еще раз подчеркну она возникла из-за того что Аббас он был богатым человеком то есть и хорошо богатым человеком очень богатым человеком Курышитов но из-за выкупа который он заплатил за себя из-за Охейля то есть поскольку участвовал в битве при Бедре то есть до принятия ислама на стороне Курышитов оказался оказался то есть в бедственном положении поэтому он прибег к этому посланник посланник Аллах салсалям заботился о своих родственниках и в том плане чтобы они выполняли обряды поклонения вместе с ним то есть случай связанный с Дубай это была женщина когда она зашла к посланнику Аллах салсалям и сказала значит пророк салсалям ее спросил ты намереваешься совершить хадж она сказала да в Аллах ма аджеддани илля ваджа то есть она как бы хотела это то есть совершить хадж но оправдываясь перед пророком салсалям сказала так клянусь Аллахом меня поставила затруднение затруднительное положение боль то есть она была больна то есть боль какая-то у нее была она не сказала что не хочет то есть видимо она хотела обратить внимание посланник Аллах то есть забота посланник Аллах чтобы она совершила хадж все-таки то есть что он ей советует он говорит хаджи то есть соверши хадж но поставь условия оштарты поставь условия скажи имеется ввиду в момент произношения тальби то есть в момент когда принимает человек в состоянии храма. Аллахума махалли хайту хабастани. О, Аллах, мое место там, где ты меня задержишь. То есть это с той цели, что если вдруг действительно возникнет такое обстоятельство, что она в силу своего здоровья не сможет завершить хадж, чтобы она была оправдана. То есть так можно делать, тоже имейте это в виду. Хадис приводит в Бухари. То есть он следил, получается, заботился о состоянии своих родственников. Имеется в виду в плане физическом их здоровье, положении. То есть убеждал их, что он, как прощальное паломничество, хотел, чтобы эта родственница вместе с ним также совершила с ним хадж. Другой случай Джабер, ибнам, Буллах передает, он говорит, посланник Аллаху Савсалям разрешил семейству Хазма читать рукью от жалости змеи. И он сказал, Асма бинт Умейс, почему я вижу тела сыновей моего брата, то есть племянников, дарятан, тощими. И они постоянно находятся в таком плохом состоянии. Тусыбугум Аллаху Савсалям Аль-Хаджа. Она сказала, ля валакинна ла айну тасрау илейхим. То есть они, как бы, здоровые, но они очень сильно подвержены сглазу. Тогда он сказал, ркихим, почитайте им рукью. Она сказала, я предложила ему. Он сказал, почитайте им рукью. То есть этот случай указывает, опять же, на что? То есть на то, чтобы посланник Аллаху Савсалям смотрит на своих племянников, видит их тощими, то есть в то же время они не больные, то есть расспрашивает, спрашивает и говорит, читайте рукью. То есть забота посланника Аллаху Савсалям о своих родственниках. Еще один случай, на нем, возможно, мы и остановимся. Умм-уль-мунзир дочь Хейса Лансария передает Али вошел к посланнику Аллаху Савсалям посланник Аллаху Савсалям и Али вместе заходят. Либо посланник Аллаху Савсалям заходит к Аллею, либо Алик заходит к посланник Аллаха. Но на что мы должны обратить внимание в этой истории у Алию-На-Ких. То есть Али, На-Ких, говорят о человеке, арабы говорят На-Ких, о человеке, который заболел, На-Ких. То есть он еще не, то есть выздоровел, но еще не до конца. Валяна давали маалака. А перед ними были грозди неспелых фиников. Посланник Аллаху Савсалям встал и начал их есть. Но что не совсем правильно. То есть есть незрелые финики. То есть это может навредить. Особенно человеку, который еще не оправился после болезни. Али тоже встал и захотел поесть эти финики. Но посланник Аллаху Савсалям сказал Али ма. То есть не делай этого, оставь. Инна кяна. Ты только-только отошел от болезни. И тогда Али бросил. И далее она говорит, то есть умыль мунзир ва сана'ту ша'ирану салапу. То есть я сварила ячмень, сделала похлебку и принесла это. Фа кауле Расулу Аллах я Али суп мин не надо. Фа ку анфавляк. О, Али вот на Али это и поешь, это принесет тебе больше пользы. То есть случай опять же указывает на то, как посланник Аллаху Савсалям заботится о здоровье своего племянника, своего родственника, своего зятя. На этом наверное мы остановимся. Субхану каламу михамди. То есть все эти примеры на самом деле они можно их то есть читать, читать, изучать, изучать с разных точек зрения, с разных углов и учиться то, о чем я всегда говорю. То есть правильные коммуникации, то есть правильному налаживанию отношений. Эти случаи они нам описывают, показывают, демонстрируют то, как сподвижники, как родственники Пророка Савсалям общались между собой. На сегодняшний день это супер актуальная проблема. Среди мусульман очень много проблем возникает из-за того, что они не могут нормально коммуницировать. Очень часто то есть слышат что-то прочитали два-три хадиса, получили какие-то поверхные знания, обобщили их и начинают их применять направо-налево. То есть эта проблема на самом деле очень серьезная. Поэтому вот эта рубрика, которую мы изучаем, она иногда кажется моментами, возможно, скучной. Скучной. Потому что про женщины уже прошли, про семьи прошли самые дуще-щипательные темы. Дальше пошли более такие скажем, нещепетильные темы такие пошли. А дальше еще будут взаимоотношения с лицемерами, взаимоотношения с неверующими, взаимоотношения с близкими друзьями и так далее. По сути это глубинная вертикальная анализ Сиры жизни посланий Калсуса. Если мы привыкли Сиру изучать вот так, горизонтально имеется в виду биографию. Это то, что Ситумер преподает. События, родился, послание Калсуса, битвы и так далее. Это все горизонтально. А это глубина. Это уже вертикаль. И эти знания, вот эти знания, они на самом деле редчайшие. То есть вы их не найдете там, тут. Нету. Я во всяком случае не встречал. Вот именно русскоязычное собрать пространство. То есть эти знания очень важны. Поэтому надо изучать это, углубляться в это. Это важно. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА ВОЗРЫВАЦИЯ МУЗЫКА Продолжение следует...